доброй ночи и любое другое время суток но я надеюсь что у вас все-таки ночь потому что мы сейчас продолжим читать моночку даль и нас ждет очень серьезный текст а так как всякие вещества мы с вами не принимаем мы люди цивилизованы вот нам придется на трезвую голову это все воспринимать вот это сложно вот ночью хорошо тихо никто не мешает вот кроме всяких призраков которые шарятся по углам вот так как у меня полетел компьютер свою любимую картинку с моночкой вот я нашел гуглом меня уже можно найти гуглом какая прелесть значит я напомню мы закончили на предисловие к 14 главе оккультных тайн кремля под названием конец электричества вот это была цитата троцкого которую мы разбирали начаться цельный выпуск цитата была посвящена естественно уничтожению россии русских людей так далее и тому подобное а вот но прежде чем данной главе идет немножко другом а именно о свастиках пентаграммах прочей любопытной символики сразу дисклеймер я не пропагандирую тут фашистскую символику антисемитизм экстремизм и так далее тому подобное собственно цель прочтения книги мон и даль для тех кто не понял вот еще это в какие глубины обжигающей правды может погрузиться человек с идеалистическим взглядом но складом мышления вот ну собственно мы не так давно читали другую брошюрку которая по степени так сказать накала правды не сильно мон и даль уступает я имею ввиду брошюру жертва вот господина скорятина про николая второго но тут кстати они перекликаются вот эти вот тематики между собой итак приступим 1917 году свастика древнейший символ жизни и благоденствия наших предков и халдейская пентаграмма схватились не на жизнь а на смерть это была дуэль света и тьмы противоборство человечества и воинов сатаны когда пентаграмма угнездилась на штандартах и знаменах красной армии буденов как ее боевиков на кремлевских башнях молодого сапка став символом советской государственности это вызвало настоящее цунами в оккультных кругах мира ну как вы уже поняли речь идет о красной звезде свастика это у нас символ благоденствия предков а красная звезда это вот да но у пентаграммы был сильный конкурент 1918 году в красной армии существовали нарукавные шевроны на красном фоне золотая или серебряная свастика в круге круг в этом случае символизирует вселенную находящуюся в беспрерывном движении и развитии однако аббревиатура рсфср и присутствие на эмблеме пентаграммы искажало первоначальное значение свастики придавая ей именно тот смысл в каком она в 30-е годы стала символом национал социализма в германии вот ну то есть понимаете да большевики они как бы были предтечами национал социализма в германии мы собственно в этом никогда и не сомневались вот очень я люблю эти рассуждения о том что была свастика в красной армии не было свастика в красной армии вот я не знаю точно было или не было я знаю одно что до определенного времени свастика это был был обычный орнамент который можно было использовать в том числе где угодно хоть в красной армии хоть белой армии хоть для украшения там не знаю там чашек чашек каких-нибудь шкатулок там чего угодно вышивать его на коврах и так далее и тому подобное никакой отрицательной коннотации вам себе не нес вот это только потом уже его запомоили извините за терминологию фашисты гражданин гитлер кстати значит действительно в советском союзе этот символ периодически использовался но как только его начали использовать правые организации в германии широко использовать до двадцать втором году в газете известия вы вышел сразу статья нашего наркома просвещения луначарского где он призвал всех срочно от использования этой фигни отказаться потому что на нее плохо реагируют иностранцы как написал луначарский вот соответственно ну и постепенно свастика была иржита из нашей общепринятой символики а вот свастика один из древнейших солярных символов настоящий у самых ранних истоков человеческой расы свастика символизирует и отражает вращательное движение млечного пути нашей спиральной галактики вокруг своего центра все спирали созвездий вращаются вокруг всесветного солнца сварога но вы же помните да мы произошли все от сварога и наши древние боги вот ну кто не помнит слушает первые главы этого бессмертного труда оккультные тайны кремля там все написано создавшего нашу сваргу причистую млечную из спиралей выделены четыре рукава вращающихся созвездий где расселены четыре рода расы следовательно свастика есть сакральный символ расы которые используются раз и многие сотни тысяч лет как символ россии звездной родов расселённых в чертогах звёздных расположенных крестообразно в своем вращении вокруг галактического центра такая замечательная помесь айзика азимова и михаила скорятина которую как раз с вами на медне читали Рассеянных чертовых звездных, расположенных крестообразно в своем вращении вокруг галактического центра Всесветного Солнца Сварога Чем еще является свастика? Символом нашего галактического дома, зовущим некогда единую расу к новому объединению На Руси испокон веков был известен особый вид свастики Калаврат Очень у нас любят Калаврат Который символизировал восходящее солнце Ерила, победу света над тьмой Вечной жизни над смертью Символ вращающихся небес Сбегал и унес знания о великом звездном прошлом человеческой расе Михаилу Задорнову привет Значит В первой половине 20-го столетия свастику провокационно и незаконно использовал еврея-полукровка во втором поколении Плод инцеста в семье, я думал, Ленин Нет, Дольф Гитлер Мне только интересно, что значит закон Был какой-то закон, который запрещал Гитлеру использовать свастик Ну, еврей-полукровка Гитлер Даже если был какой-то закон Судя по этой фразе он был Еврей-полукровка Гитлер На него наплевал А вот Это в корне изменило восприятие светлого символа людьми Однако, то есть я не понял Если это был светлый символ до Адольфа Гитлера А потом его восприятие изменилось А до этого это был светлый символ То Красная Армия, которая носила его, она хотела быть хорошей, что ли? Вот Выходит так Однако в истинном значении свастики кроется настоящая причина ее запрета темными Темные Ну, в смысле коммуняки Вот Зная силу этого знака, боятся его Вот тут повеяло немножко ночным дозором лукьяненько Но речь здесь не о магах Здесь речь о коммуняках Ну, почему же тогда они так благоволят пентаграмме? Займемся этим вопросом Обратимся к сакральной интерпретации этого знака Сделаем попытку отыскать изображение пентаграммы в космосе Поскольку все, что рождает воображение, существует в мире яви Ну, то есть в нашем, так сказать, мире живых Первые изображения пентаграммы, известные современной цивилизации Датируются примерно 3500 годом до нашей эры Ну, тут дальше идет цитата из Википедии Точнее, не цитата Я так понимаю, все-таки Википедия отсюда цитировала Потому что здесь текст шире, как бы, чем текст Википедии До нашей эры пентаграмму находили и в развалинах древнего города Урука И во дворцах Павелона И на египетских статуях И на печатях пластелинов древнего мира Египтяне называли пентаграмму звездой псиглавого Анубиса Ну да, действительно, было такое Вот в сакральной... даже картинки есть, можете погуглить В сакральную силу пентаграммы верили настолько глубоко и буквально Что в Вавилоне, например, рисовали на дверях складов и торговых лавок Дабы уберечь товар от порчи и кражи Но для посвященных пентаграмма являлась могущественным знаком власти Олицетворявшим власть правителя, распространявшуюся на все стороны света Вот этой последней фразы, по-моему, нет в Википедии Евреи ассоциировали пентаграмму со священным пятикнижием, полученным Моисеем от Бога Греки называли этот знак Пентальфа Пентальф? Точно Пентальф? Бегите, глупцы Зяма, ты че, браве выщипал? Наверное, все-таки Пентальф Ладно, пусть будет Пентальф Что означает пять букв Альфа? Поскольку символ может быть разложен на Альфу пять раз Римский император Константин I поместил пентаграмму на свою печать и амулет Считая, что благодаря этому знаку он нашел истинную веру и принял христианство Ну вот, кстати, откуда Константин это считал? Вот, я так и не понял Дело в том, что в Википедии эта фраза тоже есть Именно, что Константин считал, что благодаря пентаграмме он принял христианство Вот, откуда они это знают, непонятно Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то записки Константина, где он об этом пишет Если есть, ребят, кидайте ссылки, если кто-то знает Откуда вот такой кусочек информации Пентаграмма присутствует на талисманах гностиков Как символ интеллектуального всемогущества И была в числе символов тамплиеров Которые, как мы знаем, плохо кончили Вот, племянник короля Артура, сэр Гавейн В качестве личного символа использовал пентаграмму Поместив ее на своем щите Золотая звезда на красном фоне Пять острых вершин Символизировали пять рыцарских достоинств Благородство, вежливость, целомудрие, отвага и благочестие Интересно Вот, в средневековую Европу пентаграмма пришла из арабских манускриптов Под именем печати царя Соломона Ее тут же подхватили маги И триумфальное шествие пентаграммы закончилось в период инквизиции Когда ее провозгласили знамением зла То есть христиане боролись со злом С пентаграммой, да? Святые трибуналы, падкие на всякого рода извращения Святые трибуналы, падкие на всякого рода извращения Ну тут, конечно, вспоминается книжка «Молот ведьм» Знаменитая Вот, где там, как загонять там иголки под ногти женщинам и так далее и тому подобное Вот, очень милая книжка Будет как-нибудь ее почитать Вот, дали пентаграмме новое название Нога ведьмы В эпоху возрождения был принят еще один концепт пентаграммы Если вписать в нее человеческую фигуру А, ну вот это плевок В Леонардо да Винчи, судя по всему Связав ее с пятью элементами Огнем, водой, воздухом, землей и духом То получится изображение Микросома, знака оккульной духовной работы На материальном плане Впервые об этом написал в 1531 году именитый маг Корнелия Агриппа в оккультной философии Корнелия Агриппа Это немецкий врач, который продал душу сатане Вот, и стал прототипом, одним из прототипов доктора Фауста Очень любят его упоминать во всяких хороших книжках Вот типа Франкенштейна, современный Прометей Вот, или там Умберто Эко Да, вот, кстати, мы решили Франкенштейна Всем советую Кристофера Марло тоже советую Трагедию доктора Фауста Не только Гёте у нас писал про доктора Фауста Много кто писал Вот, ну да, Корнелия Агриппа Гуманист, алхимик, оккультист, астролог Все дела, создатель термина оккультизм Священная Римская империя 15-й, соответственно, 16-й век А вот Мы приступаем к объяснению и посвящению Святой и таинственной пентаграммы Так что пусть все безразличные и суеверные закроют книгу Они не увидят ничего, кроме тьмы Или же будут возмущены Пентаграмма, которая в гностических школах Называется Пылающей Звездой Я не буду это все комментировать, ребят Я не готов сейчас двигать кукухой настолько Чтобы начинать разбираться в гностических вот этих вот школах И все остальные лабуде А вот Является знаком интеллектуального всемогущества и самодержавия Это звезда магов Это знак слова Создавшего плоть И согласно направлению ее лучей Этот абсолютный магический символ Представляет упорядоченность Либо беспорядок Священного ягненка Армузда И святого Иоанна Либо проклятого козла Мендеса Так, стоп Мендес это же мексиканское имя Ну ладно, бог с ним Козел Латина Это освящение или профанация Это Люцифер или Венера Звезда утренняя или вечерняя Это Мария или Лилит Лилит, обожаю Лилит Ну это первая жена Адама Как вы знаете Значит В разных культурах Соответственно То демонийца То прекрасная женщина Вот Вот это вот буква Л, да Еврейская Как она Забыл Ну, бог с ним Смотрите предыдущий ролик Про Николая Второго Там вот эта буква Обозначает Убийство царя Насильственное Лилит Симпатичное Вот Но единственное Что меня смущает В образе Лилит Это то Что ее именем Назвал свой альбом Борис Гребенщиков Он часом Не еврей Потому что Это действительно Это сосредоточение Мирового зла Тогда Так Ладно Бог с ней с Лилит Победа или смерть День или ночь Пентаграмма С двумя восходящими Концами Представляет Сатану В виде козла На шабаше Когда восходит Один конец Это знак спасителя То есть Такая дуалистическая Штучка Так в 19 веке Писал французский Окультист Эли Фас Леви В своей книге Учение Ритуал высшей магии Неоднозначная Трактовка Согласитесь Согласимся Конечно Моночка Согласимся Эли Фас Леви Если кто-то Не знает Вот Ну такой же Персонаж Как и Корнелия Гриппа Только не врач Да А просто Окультист Вот Писал книжки По оккультизму Сатанизму Всей фигней Всей фигне Вот Середина 19 века Франция Соответственно Вот Вызывал Дух Аполлония Тианского Вот Ну В общем Пудрил людям Мозги Такой тип Графа Калиостро Вот Леграф Леграф Сан-Жермена Такой Такой же Персонаж Из той же серии Вот это Мне понравилось Вступил В французскую Масонскую Ложу Но вскоре Разочаровавшись Покинул Ну правильно В 19 веке Все эти Масонские Ложи Это просто Как бы Клубы По интересам Вот Такие Да То есть Для Уважаемых Людей Вот И вот Эти Вот Эта Вся Культистская Хрень Там Честно Говоря Ну Она Как Мода Может Быть Какой То Момент Вот Упоминается В романе Говарда Лабкрафта Случай Чарльза Декстера Варда Вот Это Вот Всем Советую Случай Чарльза Декстера Варда Прекрасный Роман Лабкрафта Очень Страшный А вот Очень его Люблю Есть На тарентах Хорошая Аудиоверсия Ищите В исполнении Булдакова Прям До Мурашек Лабкрафт Умел Вот Элифас Леви Судя Потому Что Он Зарабатывал На жизнь Вот Этим Всем Вот Этой Всего Будой Тоже Умел Пудрить Мозги Населению С подачей Элифаса Леви Перевернутая Пентаграмма Стала символом Сатаны И эта версия Надежно Закрепилась Главный Символ Сатанизма Человеческой Ненавистнической Церкви Сатаны Это Сигила Бафомета Пятиконечная Звезда С тремя Вершинами Указывающими Вниз И Вписанный В нее Головой Козла Ну Это Вы можете Во всяких Там Играх Типа Дума Увидеть Она Там Есть Вот Не Исключено Что Связь Именно Перевернутой Пентаграммы С сатаной Это Ловушка Которую Оставил Элифас Леви Кому Кому Охотился Элифас Леви Церковь Сатаны Это Ведь Детский Лепет По сравнению С сионизмом Большевизм Христианством Ага То есть Христиане У нас Опять Плохие Смягчить Это Судя по всему Редакторская Правка Редактор Очнулся Увидел Такой Накал Разоблачений И Написал Моночке Смягчить Моночка Вот Ну То есть Тут опять Идет Какая-то Шиза Потому что Христиане У нас Только что С пентаграммой Боролись То есть Они были Как бы Хорошие А теперь Получается Что Церковь Сатаны Детский Лепет По сравнению Сионизмом Большевизм Но в этом Мы нисколько Не сомневались И христианством Заодно А вот И официальный Статус Сатанинской Церкви Так же Не случайен Поскольку Это Ничто иное Как очередная Попытка Вести Людей В заблуждение Отвлечь Их Внимание От истинных Источников Зла С этим Я согласен На 100% Истинные Источники Зла Нам Прекрасно Известны Это Частная Собственность На средства Производства Вот А всякие Сатанинские Церкви И всякие Остальные Церкви Они пытаются От этого Отвлекать Внимание Тут я с Моночкой Абсолютно Согласен В начале Истории Христианства Перевернутой Пентаграммой Истолковывалась Как символ Преображения Христа Мне очень нравится Как разум Моночки Скользит Побремия Только что У нас было Или последнее Середина 19 века А теперь У нас Начало История Христианства То есть Первые века И император Константин Именно Такой Знак Вот Да Стоит На печати Римского Императора Константина Сделавшего Христианство Государственной Религии И причисленному Церковью К лику Святых Так То есть Пентаграмма Она стояла У истоков Христианства А потом Христианство С ней Боролось Так что Ли Получается По логике Так Слушайте Господин Эннель Скорять По моему Был как-то Более Последовательным В своих Логических Построениях Мне уже Кажется Ну куда Ему Дамон Даль Она же Творческая Личность А он Какой-то Кавалергарский Полковник В отличие От Свастики Пентаграмма Противоречива Таинственно Зловеща И в сравнении Со Свастикой Молода Требует Ли Это Комментарий Безусловно Безусловно Требует Возраст Пентаграммы Совпадает Со временем Прибытия На землю Темных Их высадкой На Шри-Ланке И диссеминацией В Шумерию И Египет Диссеминация Я так не понял Что это за слово Судя по всему Проникновение Насчет Шри-Ланки Я погуглил На Шри-Ланке До сих пор Постоянно Видят Инопланетян Вот Специалисты Суфоньюз Это 2013 год Пишут Что На аэродромах В Шри-Ланке Поднимают ВВС Перехватывают Какие-то Объекты Которые Потом Никто Не нашел Жители Вели себя Нервозно Видели Какие-то Яркие Огни И так Далее Вот Ланкийские Власти Призывали Граждан Обязательно Сообщать Ученых Об увиденных НЛО И не топтаться На земле Где могли Садиться Аппараты Пришельцев Ну то есть Там это Нормальная Тема Темные Прибыли Значит На Шри-Ланку Видимо Еще раз Вот Опять же Еще 2013 год На Шри-Ланке Нашли инопланетян Это я гуглом искал В декабре Прошлого года На остров Шри-Ланку Упал Метеорит Вот Один из обломков Метеорита Исследовал Чандра Викрама Синг Британия Британский ученый Он убежден в том Что нашел в нем Микроскопические Водоросли Они очень похожи На те микроорганизмы Что попадались Нам в остатках Динозавров Больше 50 миллионов Лет Больше 50 Которым больше 50 миллионов Лет Говорит ученый Слушайте я сразу Вспомнил фильм Темный город Алекса Пройса Я его недавно Пересмотрел Там тоже Микроскопические Водоросли Проникали в мозги Людям Точнее Мертвым людям И превращали их В инопланетян Ну и так далее В общем Шри-Ланка В этом смысле Место Место популярное Часто посещаемое Инопланетянами И так далее И тому подобное Как мы тут Выясняем Именно оттуда Шумерию И Египет Проникли темные силы То есть Коммунисты Именно в этот Период Попадается На глаза На печати В документах Пятнограмма В круге Названная Звездой Псиглавого Анубиса Бога загробного Мира Но это мы уже читали Именно в этот период В Египте С огромной скоростью И повсеместно Распространяется Культ смерти Был такой культ В Египте Вот культ смерти Как смысл Господства Как символ Господства Темных То есть Коммунистов А пентаграмма Как Так Извините Никакого антисемитизма А просто Зачитываю текст Вот Как Это Эту книжку Кстати Ее издавали Официально Я ее Купил в бумаге Она у меня Лежит Она продается Продается На Курском вокзале Наверное До сих пор А пентаграмма Как оберег Жидов Барыг Меркантилистов Написанный Кровью Гоев На дверях Жидовских Жилищ Складов Торговых Лап Ну вот То есть Культ смерти Пентаграмма Вот как А жиды Барыги Это Насколько Я понимаю Вот Это Те Кого Значит Египтяне Значит Ну Это Евреи Которые Жили в Египте Во время Египетского Пленения Да Вот Поэтому Неудивительно Что пентаграмма Отождествляется Со смертью На земле У которых Моисей Вывел Потом Из Египта Вот эти Вот Поэтому Неудивительно Что пентаграмма Отождествляется Со смертью На земле В отличии От свастики С символом Жизни Во всей Сварге Ну то есть Пентаграмма Смерть Свастика Жизнь Кстати Моисей Вы же Помните Да Из прошлого Ролика Это же Михаил Русский Князь Вот Который Вывел Евреев Из Египта Судя по всему Куда-то Под Ярославль Вот В общем Там все так сложно Он Халдейский Маг Вот То есть Еврейский Вот В общем Я говорю И тут Если погружаться Во все эти Тонкие Материи Чтобы с ума Сойти Понадобится Я думаю Буквально Несколько дней Но если при этом Не принимать Никаких Защитных Веществ Скажем так К чему Я не призываю Ни в коем случае Не надо Если многоликую Пентаграмму Очертить окружностью То она Становится Символом Зла Разрушения Отказа От выполнения Духовной задачи В результате Чернокнижных Манипуляций Еврея Кабалиста Этот знак Попав в магический Круг Стал Символизировать Ограниченность Порочного Несовершенства И саморазрушения Затем Эти магические Махинации И подтасовки Материализовались В иудо-христианском Религиозном Учении Рабов И их Богоизбранных Господ Иуда-христианское Учение Ограничило Волей людей Жить по правде Стремление Детей Детей Богов В свет Навязав Смиренное Безропотное Задавленное Служение Той сущности Имя Которое Дьявол Ну вот тут Вот конечно В очень Странной Форме Но мысль Подана Верная Что Христианское Учение Оно возникло В свое время Как религия Таких Низших Классов Общества Которым Ну от Хреновой Жизни Было Деться Некуда И надо Было Как-то Найти Какой-то Опиум Для народа Для себя В смысле Чтобы Ну как бы Было полегче Жить Что ли На этом Свете Поэтому Собственно Христианское Учение Оно Так Борзо Распространилось По планете Вот Но тут Конечно Дано С интересного Ракурса Пентаграмма Стала символом Порочной системы Под названием Человек Греха Чендал Ставящий Все С ног На голову Неприкасаемый Перевернутая Пентаграмма Это и есть Символ Темных Символ Мракобесия И он Располагается На Иудо-христианских Храмах Взгляните Ставшего На путь Истинной Смерти Откуда Нет пути На беспредельный Путь Эволюции Духа В цепи Перевоплощений Ага То есть Вот эта Тема Индийская С перевоплощениями Со всеми Делами Она Пентаграммой Как бы Запечатывается Насколько я понял Такая вот Таинственная Звезда Печать Иудейского Царя Соломона Главный Символ Масонства И церкви Сатаны А в 917 Году Вот Пришли Собственно К сути Пентаграмма И сфера Культизма Нырнула В пеку Идеологической Политической Борьбы И это Было Как гром Среди Ясного Неба Большевики С азартом Садистки Увлеченные Уничтожали Россию Чтобы Образовать Новую Систему С новыми Людми Преворщенными В зомби Рекомендую Обложку Четвертого Ролика Помони Даль Там Замечательно Там Ленин Мавзолей В виде Вампира Повелевает Толпами Зомби Вот Как раз Иллюстрация К этому Всему Вот Значит Образовать Новую Систему С новыми Людми Преворщенными В зомби И новой Символикой Власти Советы Встали Перед Выбором Свастика Или Пентаграмма В итоге Жонглирование Масонского Кагала Ну в смысле Видимо Видимо Имеется ввиду Совнарком Где как известно Все были евреи Кроме Сталина А так как Сталин Как известно Тоже евреи Евреи Были вообще Все Пальма Первенства Была отдана Пентаграмме Окрашенной В кроваво-красный Цвет Она то и стала Символом Страны Совета Знаком Жидовской Идеологии Троцкого Лейба Бронштейна В России Собственно К чему Был Эпиграф Да Вот На которую мы потратили Столько времени В мире Громко Заговорили Об оккультной Символике Пятиконечной Звезды О масонстве И сатанизме В советском Правительстве Было слишком Уж много Масонов И культистов Со всеми Вытекающими Для многострадального Русского народа Последствиями Вот Что Плавно Приводит нас Обратно К брошюре Энеля Жертва Вот И все таки Сможем мы Ответить на вопрос Существует ли К природе Если да То где Пентаграмма Символ изоляции Духовных возможностей Человека Это одна из Сакральных Тщательно Оберегаемых Тайм Тайм Но любой клубок Можно размотать Если потянуть За конец Нитей Так Начнем Потихоньку Сейчас будет сильно В системе Символики Применявшейся На планете Пентаграмма Неофит После последней Смены Оси Вращения Планета Она появилась Словно бы Из ниоткуда Перевод Смены Оси Вращения Планета Ладно Ладно Все Я не буду Даже думать Об этом Перевод Смены Оси Вращения Происходит И обновление Расы То есть Конец Света Это не конец Как таковой Не гибель Всего Жилого Осмена И обновление Это испытание Духа В этот Пограничный Период Происходит Прераспределение Людей По параллельным Мирам Каждый Отправляется В тот Мир Который Соответствует Его Духовному Уровню Способный Дать Условия Необходимые Для успешного Развития Духа Те Кто Экзамен Выдержат Обретает Тело Света И попадает В мир Прави А вот Вспыхивая Сверхновой Другие Как уже сказано Отправляются В параллельные Миры Эти Вновь Воплотившиеся Духи Неизбежно Должны Преодолеть Уроки Лжи И преподносят Их Наставники Человечества Темные Пять Ночной Дозор Пошел Они Приходят На планету В то Время Когда Молодая Раса Слепа Чтобы Мучить Людей Пока Они Не поумнеют И не Обретут Истинное Могущество Культ Дьявола Символ Которого Есть Пентаграммой Это Еще И лунный Культ Луна Имеет Другое Название Селена Дальше Интересно Электромагнит Селеноид Является Производным От слова Селена К началу 20 века Темные Подвели Цивилизацию К техническим Возможностям Позволяющим Добывать Электроэнергию Никто Кстати Даже Теперь До конца Я определенно Не знает Что это Собственно За энергии Какая Ее природа Вот тут Могу подтвердить Я не знаю Что это За энергия Я не физик Вот Электрификация Спешно Насаждалась Не только На Руси Но и во всех Странах мира Планета Намагничилась Вот зачем Был нужен Планк Бойл Ро Но Кстати Я слышал Утверждают Очень многие Уважаемые люди Например Егор Холмогоров Вот И прочие Вот такие Такие персонажи Они утверждают Что электрификацию Руси Начал Николай Второй Его главная Заслуга Ребят Вы просто Не понимаете Чем он Занимался Оказывается Он Намагничивал Планету Ранее Ранее Земля Успешно Проводила Расы Через Смену Вращения Оси Безостановочно Шло Духовное Развитие Рас Их Сознание Не блокировалось В отличие От этой Последней Нашей Расы Считается Что Современное Человечество Не в полной Мере Получают Информацию Человечество Получают Информацию Опять Редактор Уснул Вот Одно Слово Там Написал Сверх И Вырубился Отрицание Заповедей Наших Богов И Предков Богов В смысле Богов Языческих Старых Всяких Ярил Перунов И прочих Вот этих Ребят И в полном Безоговорочном Принятии Чуждой Концепции Мира И Изм И Направлений Но Только Интересно Богов Начали Отрицать Еще При Владимире Красно Солнышко Тогда Электричества Не было Как У него Это Получилось В наши Дни Слишком Много Говорят О Конце Света И Слишком Мало О Смене Мировоззрения И Обновление Расы Это Действие Магии Темных То Что Человек В состоянии Сильного Эмоционального Стресса Рисует В своем Воображении То Он И Притягивает Из Мира Мысли В Мир Доводя Свои Внутренние Переживания До Кульминации Следуя Магическому Принципу Выдуманные Миры Облекаются Вплоть Обесчисляется Становится Реальностью И Потом Продаются На Книжных Развалах Привет Нашим Писателям Фантастам Вот Всяким Мартияновым Жуковым И Впрочем По Новым Да Чего Могут Желать Темные Да Это Интересно Конца Света Это Очевидно Это Их Цель Зачем Они Тогда Электричеством Осаждают Если Не Хотят Конца Света Но Дело В Том Что Периодически Смены Оси Вращения Планеты Концом Света Не Могут Быть Более Того Они И Не Являются Это Естественный Процесс Который Происходит Каждые 12 960 Лет Однако Он Может Явиться Причиной Катогенеза Вырождения Упадка Геноцида Пусковым Устройством Проводящим В действии Механизм Буквального Конца Света Поскольку Именно В этот Последний Цикл Около 8000 Лет Назад Темные Преобразовали Луну Вселенную Передатчик Электричества Из мира Пекла В нашу Сваргу Зачем Очень Интересно Зачем Все Та же Старая Идея Мировом Господстве Вот Это Уже Ближе К Большевикам Сознание Расы Успешно Блокировано Человечество Оставило Путь В мир Богов И теперь На планете Главенствует Конкуренция И враждебность Так Ага То есть В появлении Частной Собственности На средства Производства Виновата Вот это Вот все Да Переименование Луны Вселенную И так Дальше Ну ладно Люди Разучились Пользоваться Родной Энергией Гравитации С помощью Которые Возводились Гигантские И совершенные Мегалитические Сооружения Чьи развалины Сегодня Поражают Воображение Люди Призучились Пользоваться Гравитацией Ой Как же Они по земле То ходят До сих пор Если они Не умеют Пользоваться Гравитацией Но Заменили Ее Чуждым Для Галактики Млечный Путь Видом Энергии Электричества Извините Пожалуйста Мне Не очень весело Это читать Столько Нового Узнаешь Но Познавательная Конец Света В данной Интерпретации Это не гибель Планеты Это конец Электричества Вспомните Глава называется Конец Электричества Собственно К чему Все это Конец Электричества Ознаменует Завершение Первого Этапа Конца Света И начало Второго Этапа Который Когда-то Постиг Фаэтон Плывущий Теперь Между Марсом И Юпитером В виде Пояса Астероидов Конец Света Ага То есть Уже Было Такое Который Как злой Рог Настиг Марс Два Раза Было Преворотив Его В безжизненную Пустыню Магнитное Поле Чуждо Нашей Галактике Оно Искусственно Привеснено Извне Коммунистами Из другой Галактики Мира Пекла Мы Не способны Ловить Сигналов Соседних Звезд Потому Что Другие Рады Расы Не пользуются Электромагнитными Передатчиками Да Проблема Млечному Пути Свойственны Другие Энергии Главное Из них Гравитационная Невидимая Сторона Луны Принимает Энергию Идущую Из чужих Миров От ее Полюса Исходят Два Потока Энергии И упираются В магнитные Полюса Земли Ага В этих Местах Соприкосновений Заметно Сияющий Феодел Летовым Светом Пентаграмм Я не знаю Почему-то Из космоса Ребята Их не видят Ну хотя Они там Увешали Эту самую Ракету Иконами Так что У них Явно Вот это Иудо-христианское Излучение Оно блокирует Собственно Зрение Судя по всему Они не видят Правду Хотя по идее Должны видеть На магнитных Полюсах Земли Пентаграмм Таким образом Пентаграмма В природе Все же существует Это природа Электричество Вот в чем Ее зловещая суть Вот почему Ее почитают Темные Пентаграмма Это символ Их родного мира Ну и дальше Соответственно Идет стих Когда тень от луны По земле пробежит Когда линии Вместе сойдутся Когда твердь Под ногами У всех задрожит Когда первые Капли прольются Когда на землю Хлынет тугая волна Все круша За собой Ломая И когда горизонт Как тугая струна Лопнет Вдруг И пространство Смешает Вот когда Все понятно И ясно Без слов Станет то Что сейчас Бесполезно Только толку То что Если вечность Без слов Тех накроет Как темная Бездна Сорок дней И ночей Будет мир Сотрясать Катаклизмы Невиданной Злости Сорок дней И ночей Будут грозы Сверкать Освещая То трупы То кости А потом Успокоится Ядерный дым Затянув Небосвод До предела И планета Престанет Куском Ледяным Безобразным Безжизненным Белым Я сначала Думал Что это Борис Гребенщиков Но это Из фильма Конец электричества 2012 года Отечественный Документальный Производство Россия Режиссер Сергей Апин Оказывается Поэтому Еще и Снимают Фильмы Надо будет Поискать На ютюбе Вот Но это Как-нибудь В другой раз А пока Всем Спокойной ночи Приятных Сновидений Вот Выключите Электрический Свет Вот И спите Спокойно Всем Бобра